Здравствуйте, дорогие друзья. Уникальная глава Лех-Леха. Во-первых, написано в Кабале, что с нее начинается радость года. То есть первые две главы немножко печально, и время такое печально. Написано, что с этой главы начинается радость. Пусть она так и будет. Во-вторых, эта глава рассказывает о очень важном, о человеке, который может сделать шаг необычный в очень сильных людях. Я начну рассказ с моего любимого человека, с Исаака Брамовича Когана, Равина Набронной, моего Равина и вообще человека уникального. Я вам расскажу эту короткую историю. Однажды, в преддверии праздника свободы Пейсах в Советском Союзе, Исаак Брамович Коган, Изя Коган тогда еще, молодой, решил навестить призников Сиона, находящихся в Сибири. И он хотел передать им отцу, чтобы поддержать нам, сказать, что они помнят. Если никто не знаком с этим человеком, это уникальный человек. Вы помните о нападении антисемитов в синагоге Набронной тогда, в 2006 году. Он ранил тогда многих людей, вот этот Равин его еще, Исаак Брамович, обезоружил. Пошли дальше. Оставался один день, он решил навестить еще одного узника, оставался детский отказник и преподаватель Торы Яков Левин. Он за антисоветскую агитацию сидел в ГУЛАГе. Короче, он пошел, начальник ни в какую, все ни в какую. Потребовал встречи с главным самым. Его привели к главному, тот увидел Бородатого в кипе, там орать начался, анисты, там что-то выгнал его. Изя не отчаялся, он нашел там охранника, тот потребовал крупную взятку, он отдал ему все деньги, у него нечем было даже ехать. Передал все-таки Мацу, все. Сделал все, слава богу и так далее. И так он, значит, прошли годы и вот к власти пришел Горбачев, уже всех выпускают, уже выпустили Якова этого Левина. И с ним Изя встретился, говорит, ты получил посылку с Мацу? И он говорит, никакой посылки я не получал. Ну и Изя расстроился, думал, что ну столько усилий и все бесполезно. И вдруг я же говорит, нет, не бесполезно. Только сейчас я понял, что ты мне спас жизнь. Начальник лагеря начал натравливать на меня уголовников. И я думал, что погибну, не выдержав, сорвусь и издевательства эти. Невастеннодосимая моя жизнь. И вдруг за день до пейсиха начальник ворвался в барак с криками, твои евреи из Израиля и Америки всем обнаглели, прислали мне тут сюда своего сиониста в кабинет. И он возмущался очень, но очевидно испугался и приказал уголовникам прекратить издевательство. Таким образом, ты меня реально спас. Обратите внимание, Изя думал, что потерпел поражение, ему никак не удалось передать там мацу. Однако для подведения итогов требуется время, дистанция. И то, что иногда кажется нам поражением, оборачивается со временем победы. Передавая мацу, он хотел морально поддержать друга, однако обличить не удалось страдания, но спас ему жизнь. И так вот, согласно какому-то, наши духовные усилия вообще никогда не пропадают. Согласно какому-то духовному закону сохранения духовной энергии, рано или поздно хороший поступок, он достигает своей цели и бывает вознагражден. И вот теперь давайте взглянем с этих вот колокольных, как говорится, да, по-новому на рассказ Тори из нашей недельной главы. И умер Аран, брат Авраама, перед лицом своего отца Атераха. Раши пояснял нам, что Аран умер в очень сложной ситуации, когда Немрод сбросил Авраама в печь. Спросили у Арана, а тот выжидал, он говорит, если Авраам выйдет победителем из печки, я скажу, буду на его стороне. А если нет, так нет. И когда вышел Авраам из печи, его спросили на чьей-то стороне, он сказал, на стороне Авраама, его кинули в печь. Он сгорел. Все, на первый взгляд кажется, что Тора прославляет Авраама, в первую очередь, который заслужил спасение за чистую веру. Кажется, что Тора немножко критикует Арана за его сомнения в вере, из-за которых он сгорел. Но опять здесь не все так просто. Что важнее всегда вообще, чистая вера или благородный поступок? Это очень сложно. В каждом из нас присутствует одновременно и верующий Авраам в каких-то случаях, и сомневающийся Аран. И мы можем стремиться к какому-то идеалу веры Авраама, но тем не менее живем, мы же люди, есть сомнения, есть сложности. И как бы не важна была вера, главное, что поведение очень важно. Умеем ли мы преодолеть сомнения? Можем ли мы совершить какой-то поступок, несмотря на? И именно вот этому мы учимся скорее у Арана, который, несмотря на сомнения, пошел за Авраамом в огонь. Вы скажете, ну хороший номер, сгорел хороший пример. Кажется, что смерть Арана напрасна и глупа. Однако, мудрецы наши говорят другое. Ребе из Гур пишет в своей книге с Фаремет, что у Арана были великие силы души. И что за то, что он такое совершил, его сын Лот удостоился приблизиться к Аврааму, пойти вместе с ним в святую землю. Аран не вышел, подобно Аврааму, из печи. Но что дальше произошло? Когда его сын оказался в опасности в доме, то спасся и был из огня спасен живым. Лот стал родоначальником Маавитян, из среды которых выйдет кто? Маавитянка Рут, прабабушка царя Давида, потомка царя Машеха, которого евреи ожидают тысячи лет, что он наконец придет, освободит нас всех. И вот важно помнить, сказали мудрецы в толковании к нашей недельной главе, что вот эта будущая победа великая, которая обязательно будет, и мы ее, дай бог, увидим в ближайшее время, хотя может и сегодня, то она началась с кажущегося поражения, с гибели Арана в огне. Помня, что всякое доброе дело, вот надо нам помнить, не происходит бесследно, если мы это помним, то мы преодолеваем свои внутренние сомнения, и тогда можем творить добро, в результате которого обязательно приходит освобождение, и придет Машех. Но самое главное, что мы должны понять сегодня, ни одно доброе дело просто так не пропадет. Бог, он не бывает долгу. Брахава Цлаха.